Просто гость пишет. Вадим, вам часто приписывают исполнение песни на белом-белом покрывале января. Так может быть вы ее наконец-то уже споете, чтобы народ не зря говорил? Ну, вообще-то я не хочу. Если бы хотел эту песню петь, то, наверное, давно уже спел бы ее. Но, честно говоря, вообще эта песня была написана когда-то для меня. Поскольку тот человек, который когда-то задумал в руку сладкий сон, я помню, как однажды в году 90-м он нашел меня во дворце спорта Лужунифейск, там, Вадим, ох, как я рад, что я нашел вас сегодня здесь. Но вот я написал песню, как только услышал первый альбом «Групп Христайл». И я написал для вас песню, но не мог долго вас найти, чтобы вы ее исполнили. И поэтому мне пришлось создать свою группу. Вот. Ну, шутка очень хорошая. Предложение очень хорошее. Боюсь, те, кто сегодня претендует на исполнение этой песни, просто сойдут с ума от этого. А то и так от нее пойдешь в сеть, как ни в интернет не зайдешь, так обязательно найдешь горячие споры по поводу того, пел Казаченко или не пел. Ну, не пил я все-таки эту песню. Еще раз, еще раз повторюсь. Ну, эта песня нравится очень многим. Я надеюсь, что она будет по-прежнему не доставлять. Неизвестимые удовольствия и без моего непосредственного участия. Спасибо. Никки Энтен интересуется. Добрый день, Вадим. Спасибо вам за ваше творчество. Обожаю вас. Вадим, скажите, пожалуйста, смотрите ли вы современное кино, сериалы, может быть, какие-нибудь по телевизору? Есть ли у вас актер или актриса, которым вы симпатизируете? Да, конечно, актеры такие есть. И актрис такие есть. В основном это все не советские, не русские актеры. Есть, конечно, и русские, и Лена Яковлевна. Что касается сериала, вы знаете, жизнь складывается с Наташей Шкули. Спасибо. Я не сказала, что это может с актрисой. Так какие-то девушки, палки. Ну что ж, я так надо было писать. Вы знаете, за прошедший год мне пришлось просмотреть 338 серий сериала про кориду на одном из телетаналов на тарелке НТВ+. Потому что Ирочка, ну я, дорогая, если я даже хочу смотреть футбол, Лига чемпионов, понимаете, там очередная серия про корида, это жизнь. Да, так, по-моему, называется этот сериал. Поэтому хотелось бы мне или нет, к сожалению, нету дома двух тарелок, чтобы включить разные телепрограммы, тем более, когда выкладываешься в эстап, вот, то вот эту кориду, я вам скажу, я там даже знаю примерно содержание предыдущей и последующей серии. Там, по-моему, будет скоро продолжение, чего я с большим нетерпением на сегодняшний день уже жду и просто предпишаю, как там. Кстати, этот телеканал вообще специализируется на показе о них сериалов. Я расскажу, его логотип иногда заставляет меня нервно похихикивать, когда я его вижу опять. Ну, что поделать? Во всем нужно находить консенсус, и поэтому можно увлечься даже и коридой. Посмотрите, кстати, при случае. В сети она есть, и на торрентах обязательно это можно все найти. Корида — это жизнь. Еще один вопрос. Если вдруг решили бы снять о себе и своей жизни фильм, то какого бы актера взяли бы на роль Вадима Казаченко? О, это вопрос как раз из серии, и когда я буду петь, у меня с Омной с Натальей так чуть-чуть скажу о том, что я не настолько амбициозен, и не считаю лично я, что это будет кому-то вообще интересно, чтобы я о себе снимал какой-то фильм. Но вы знаете, если кому-то захочется снять этот фильм, то думаю, что кого-нибудь кто-то там это и сможет сделать. Но, во-вторых, мы же не знаем. Надо человека обычно снимать в разном возрасте, в разных хипостасах, были ведь времена, когда все меня спрашивали, а вы не родственник Михаила Муромова? А я обычно отвечал, да, это мой старшенький. И никто не мог понять, старшенький кто. Старшенький мой брат, старшенький мой сын, или кто-то еще. Поэтому, кстати, я считаю, что Миша может сыграть меня в зрелом, более зрелом, чем у меня сегодня, в возрасте, наверное, поскольку он тоже уже взрослый человек. Вы знаете, в середине 90-х почему-то многие считали, что у Вадима Казаченко есть сходство с Жаном Клодом Бантамом. Кстати, поскольку он бывает в Киеве довольно часто, у него есть непосредственный повод здесь бывать. Я надеюсь, что Комсомолка задаст ему по этому поводу вопрос, показал ему фотокарточку мою тех лет. Я думаю, что режиссер этого фильма смог еще привлечь туда и Жан-Клодо Вангарна непосредственно к этому всему делу. Так, с кем еще вы? Ну, в общем, все пока. Два персонажа есть, а вот сыграть маленького Вадика Казаченко, Лопоухого, такого кругленького, толстого, я не знаю. Ну, найдется ребеночек какой-то там парень. Спасибо за вопрос. Очень оригинально. Никогда об этом еще не задумывается и первый раз об этом не спросил. Спасибо. Вопрос от Марина. Вадим, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, случалось ли с вами на сцене во время выступления какие-нибудь непредвиденные экстремальные ситуации? Расскажите, пожалуйста, заранее спасибо. Значит, да, Марина, бывало, что их декорации горели, вот, такое было на концертах, но, пожалуй, все-таки одна из самых экстремальных ситуаций случилась в городе Куйбышеве, в нынешний город Самара, в России есть такой. Там во время одного из концертов, это в случае я вспоминаю, регулярные рассказывания довольно часто, один из зрителей, чем-то разгоряченный в буфете во время антрафта концерта, как Бурн выражал свои эмоции и танцевал, что спикрировал с балкона в филармонии и опустился на танцевальную площадку, к счастью, не попал на ультурские ряды, а приземлился на паркет, вот, спокойно отряхнулся и опять поднялся на второй этаж, внизу не осталось танцевать, почему-то, опять поднялся на второй этаж и продолжал танцевать, там, это, конечно, один из удивительных таких экстремальных случаев, хотя, по всей видимости, самый экстремальный случай был в ноябрьске, во время знаменитой из серии, когда за за три дня или за четыре, за четыре или за три дня, наверное, за три, потому что так более экстремально, я дал 13 концертов в одном зрительном музее, то есть, работаю круглосуточно, и вот на одном из концертов, в паузе после второй песни, когда я здоровался со зрителями, с задних видов раздался громкий, протяженный мужской голос. УВАЖАЮ! И вот, во время всего концерта, как только наступала пауза между песнями, и можно было услышать, с задних рядов все время раздавался этот голос. УВАЖАЮ! Такое тоже запоминается на долгое. Спасибо. А пока? Нет. Нет? Нет. Что нет? А, потерялся? Вопрос. Людмила. Вопрос. Вадим, весна как-то влияет на ваше настроение? Считаете ли вы себя романтиком, или это больше сценический образ? Я неисправимый романтик, и весна, конечно же, влияет на меня. Те, кто встречается со мной часто, те, кто регулярно приходит на круглосуточно работающий интернет-форум, Вадима Кизаченко. Большой привет все же за всегда в этом форуме. Те сегодня, наверняка, могут удивиться тому, что я несколько оживлен сегодня, оживлен более, чем обычно. Ну, во-первых, видите, рядом со мной красивая девушка сидит, весна, и это не может не влиять на меня. Да, очень часто такие, как я, по весне, как это называется в народе? Дурковать или тянет их? Дурковать, да. Ну, дурака валяет просто. Настроение улучшается, потому что я человек все-таки весенне-летний, ранне-осенний. Мне нравится как-то тепло, а когда зима, холода, я вяну, замерзаю, не хочу выходить из дома, не хочу лежать на диване, хотя на диване я могу думать и так, это вообще мое любимое занятие в жизни. Поэтому весна очень на меня влияет, я очень романтичный, желаю всем вам хорошей, приятной, теплой, романтической весны. Далее Натали интересуется. Здравствуйте, Вадим, посещала все ваши концерты, последний был после длительного перерыва с группой фристайл, когда в цирке выключили свет, а вы продолжали петь. Очень хочется еще раз увидеть вас в нашем городе, не планируете ли вы выступление в Самаре в этом году? Даже из Самары нам пишут. Вы знаете, я всегда готов выступить в любом городе, где публика придет на концерты, поэтому, знаете, но планов, например, я не строю, и как-то звонят нам организаторы, приглашают выступить в том или ином городе, мы, как правило, отказываемся очень редко, хотя очень часто отказываемся. Ну, насколько я знаю, в ближайшие два месяца выступать в Самаре, выступления в Самаре в наших планах нету, но, знаете, жизнь и не заканчивается, она длинная, и хотя бы я уверен, что мы с вами еще увидимся, и спасибо вам за то, что вы следите за всеми моими выступлениями, или приходите на все мои концерты, приходите, пожалуйста, и на следующую, быть может, он состоится даже в этом году. Спасибо. У меня так гипнотизирует эта штука, я в нее... Так вы не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Конечно. На меня смотрите. Или на Наташу. Еще вопрос от Татьяны. Добрый день, Вадим, я ваша поклонница. Скажите, если бы вы могли посмотреть на себя со стороны, какой бы вы могли дать совет себе шестнадцатилетнему и пожелать себе шестидесятилетнему удачи ждемовых песен. Совет себе юному и пожелание себе возраста. Более успокоиться и идти по своей дороге, по которой хочется идти. А шестидесятилетнему от пожелания, да, или пожелания? Пожелания, да. Пожелания. мне шестидесятилетнему, мне шестидесятилетнему, да, в принципе, совершенно аналогично, стать чуть-чуть спокойнее, не наступать на горло собственной действии и продолжать идти в своей дороге. По сути, все одно и то. И не важно, сколько лет проход, внутри каждого из нас сидит по сути, может быть, пятнадцатилетний или шестнадцатилетний, восемнадцатилетний человек, кто поймал себя в каком возрасте, как-то там стал себя ощущать в этом мире. Вот, наверное, в том возрасте мы потом и проживаем всю свою жизнь. Просто мы с удивлением иногда утром, вечером или днем сталкиваемся с зеркалом обращаем внимание на то, что мы внешне немножечко меняемся, а внутри-то весеннее дуркование остается ровно таким же, как оно было тогда, когда оно было шестнадцать. Чудесно, замечательно.